так сейчас это наверное из-за того что на гухтовый не очень хорошо с этим скутки ему плохо отображается бывает f5 я специально сейчас просто на кибергейм поменял я стрим не сразу два потока поэтому как так супер что потом разберемся смысле 100 троп 100 процентов о чем какой-то дробь процентов чай ворчей же ходил силам фармить северный мне только за часик вы было 13 мешков и один лук зеленый все дробь только с пока ну на самом деле в black desert не знаю как дроп будет пока он я его так на себе не испытывал мне ничего не падала возможно в пвп как-то это не изменит точнее не изменит но посмотрим просто я еще не такая часа такого уровня чтобы смотреть пвп мне только 15 левел на данный момент вот дроп только с пока ну отлично смогу никакого дропа нету как он же только что подсоединился мы сегодня смотреть black desert который сегодня у нас для нас российских тестеров вышел в закрытое бы это тестирование но многие кит корейцы хотел сказать китайцы уже начали играть вчера так как общий глобальный тест black desert был стартовал вчера сегодня у нас запустили 2 полна аккаунтов поэтому вот так вот насчет дропа насколько мне известно фул дропа не будет как вот в том же например альбин онлайн которую мы наверно видели да пока скрин лучницы я просто не стал видео пока сейчас добавлять но сейчас добавлю стриме через дексплит поэтому тут все раз два три пока так вот чтобы все подключились и все было нормально вот в black desert насколько я знаю дроп будет частичный в альбин онлайн он был полностью хотя там как сказать полностью там был вообще 10 частично на самом деле потому что вот когда ты умирал у тебя некоторые вещи ломались в инвентаре поэтому тот кто подойдет и возьмет ту вещь он не все ты вещь возьмет он только возьмет естественно те которые не сломались так что там тоже не вдруг и вот так назвал но для тебя он будет фул на осаде когда бегали там труп лежал на осаде да не осаду так на видео видел и black desert начал играть мужская только сейчас первый раз вообще начал играть так ну чё поехали поехали так как black desert частично nda поэтому в лайфе естественно сервера сейчас уже лежат они работают с 10 по мск до 19 по мск вот поэтому будем смотреть записанное новое видео причем наверное все таки кусками такими небольшими и такие довольно интересные моменты принципе сейчас вот специально не сразу начал стрим когда вот забыто закончилась точнее сервера муж львов просто хотел просто сам посмотреть чё и как в итоге что у меня где-то 58 гигабайт этого видео тонн таки много в шопе по любому будут куклы как ну ну на самом деле никто ничего не знает насчет шопа и меня как тоже вот после арчейджи очень потом можно будет я все вообще кстати вот насчет записи насчет записи пока вот все тут сети я наверное сделаю так я и выложу запись и стрима и отдельно без вообще без какого-либо редактирования все ведь те видео которые я записал но тут я смотрю у меня запись на части где 10 гигабайт весит лололо сколько это будут выкладывать я не знаю так ладно да я так в принципе планировал сделать потому что в принципе вот я даже сейчас посмотрел записан принципе на дороге хорошем качестве поэтому можно тут даже очень много скриншотов выделить вот для обработки информации особенно так что вот так вот как то давайте а у нас ветка пришло ну вот я бы специально подождал пока все придут подключиться стрим вырешен везде я читаю все чаты так что можете задавать свои вопросы я сейчас специально еще вы на экран чтобы был какой-то хотя бы трактив и так сейчас его специально оглушаю звук чуть-чуть пониже вот сейчас вот демонстрируется в принципе создание персонажа сервер как мы видим только всего лишь один збт хотя планировали 2 они планировали но где-то на скриншотах фигурируют два сервера вот сейчас я просто создаю персонажей я не стал создавать персонажа прям вот супер уникального я хотел играть именно такой который на скриншоте поэтому смысле звука нет звука нет нет я принципе могу даже так сделать все есть я просто специально еще звук немного убиваю потому что у меня он в ушниках очень так прошу звук есть ну вот не специально чуть-чуть хотя бы полазил по редактору сам посмотрел разные фона как в принципе в бледен соло при создании там тоже можно было фон менять созвездие созвездие имеющие не разобрался чего не означают надо опять почитать чем зачем знаки зодиака отражает твою судьбу дальнейшую станешь ли ты пекарем будешь ли ты лежать только у статуи ну или нет вот будешь ли ты нагибать и нет влияет наташини с не писи я смотрю кое-кто знает больше меня но это радует для дружбы с npc как ну я специально чате курил пиши об игре вообще ничего не знаю следующее ну это естественно прически так как по щелках тупо ну я хотел стандарт вообще стандарт как и было на скриншотах которые показывали до начала беты также стоит обратить внимание что у меня в принципе есть квадратики вместо корейских слов и букв но это возможно из кодировки потому что у меня даже сейчас стоит китайская язык на винде потому что бленден соло играю без этого никак он так чисто для себя чего-нибудь мучу но глаза мне синие не очень нравится поэтому их потом поменял конечно не все щелкал боялся чтобы вообще напортить вот этот идеальный образ который я хотел играть в эту игру он потом удалится но наверное если будет релист в таком персонаже буду играть ну хотя можно было чуть-чуть тут поизвращаться ним как-нибудь принципе наверное редактор все видели луком лаки сразу луком в отличие от а походу тут стандартной модели ну не то что стандартными просто сама стандартная модель лучницы очень понравилось так что это все видели естественно но эти чуть промотаем на этот извращался с глазами немножечко совсем немножечко я в принципе вот эту full запись выложу все так что потом кто хочет посмотреть вот это вот стандартный скрин точнее не скрина экран где можно убирать персонажей на збт по моему четыре персонажа нужно было будет будет создать слот 2 есть принципе я пока тупил как за коннектиз серверу так вот тут нам сразу включают показывают карту потом будет ролик на его сейчас наверно скипнул потому что хотели можно посмотреть не используя не возвращался и вообще захотел стандарт принципе можем ролик посмотреть ролики но вот частично озвучены на самом деле частично нет и старых добрых традициях какой-нибудь там японской файл фэнтези хотя даже врачей же такое есть диалоги не озвучены мне как-то это убивал на самом деле пропуск такой хочет посмотрим давайте плюсы ставить кто хочет пропускать или нет плюсы кто хочешь пропустить мне сразу туда второе видео поставлю плюс вообще-то черный вот это вот слово его специально запикиваю пока я останавливаю видео сейчас ой удачно он чем-то напомнил сейчас то ли унесенный призраками аниме ну какой тут такой персонаж был или забыла короче занимай какому-то очень известного и вот мы сразу оказываемся стартовой локации лучников лучниц и причем она отличается от тех где стартовали другие классы ну в принципе да вот этот маленький чертик сразу нам кэста даются вот так посмотрим чуть-чуть вообще когда я вошел ну не знаю много был в растерянности сначала чудил очень от сейчас я давайте сейчас стоп ну даже об на паузу цель на поступку немного по интерфейсу пройдемся по моему гарр это не очень так вот рассказал ну где чат естественно чат там бог тв и всякое такое подобное там находится и чат обычный игровой слева справа у нас внизу обычной кнопки там party принципе некоторые специально уже переведены на английский но они как-то даже не знаю не очень правильно порядке расставлены но чит тут здесь чистить частичный интерфейс принципе вот в нижней особенной линии по моему переведен если не изменяет память но я например не был так сказать мне не было трудно примечать запрете меню том же чей же например там все было на каэском здесь хотя бы частично английском так что в принципе уже видно сразу английского языка причем еще кто-то на форуме нарыл 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 сейчас как называется библиотеки то ли русского то ли еще какого-то языка так что все нормально дальше вот около самой лучницы вот эти вот маленькие панельки qw tab-t вот это по моему нововведение за bt 1 тоже на форуме спрашивали что это такое это вот показывают текущие возможные комбинации клавиш которые можно применить там ближайшем там npc и к самому герою во время боя они там сразу высвечиваются аж комбинациями например комбинацию шаг назад и удар вперед выстрел обещали что после креста через будет россии ну это я не знаю что там обещали внутри смысле стрим стрим откуда с видео отверг под верху немного кстати поменяли ориентацию мы так сказать верху у нас отображается планка хп ну experience опыт и ну и level принципе не помню каких играх это еще было но это для меня было так вот в новинку вообще же я привыкся внизу видеть а тут нет что за титул над вами ником это имя аккаунта у них тут такая особая как даже объяснить система что и аккаунт имеет имеет имя и сам персонаж имеет имя ну это примерно как какая же игра была он never winter там тоже что такое вот есть да вот сейчас даже остановлю насчет настроек управления тут добавлен геймпад причем само управление очень напоминает то что вот можно подключить геймпад из него играть в принципе я не пробовал но надо попробовать у меня есть геймпад xbox сказки так что в принципе но я играл final fantasy уже на геймпаде в принципе там полегче было управлять но очень трудно было выбирать старки таргеты как здесь это будет но не знаю настройки так мельком тоже сказал 1600 на 900 у меня расширение фпс где-то ну в начале игры 30 40 был на моем векте карте это принципе нормально но потом когда я вошел во вторую локацию город ну там уже ближе концу теста фпс начал падать бывает имеет еще отрубался сравниться а ну учитывая что а это корейская разработка и благодаря тоже корейская заработка то почему не сравнить получается да она всегда в сторону смотрит причем в какую-то не знаю сторону вроде на тебя вроде нет причем даже ты если мотаешь камеры то она так еще вот такое вот замечание на труд на трубе я не стримлю только видео выкладывал еще такая особенность что при альтабе очень сильно фпс пронижается но правда это забыто поэтому тут с технической точки зрения трудно оценивать клиента возможно интерфейс тоже поменяет и он ну вот например в части квеста не особо нравится вот сейчас вот без беру интерфейс не очень нравится счастье когда вот выбираешь квест но не очень удобно все вот это прокликивание может его тоже поменяют на более удобный может может потому что по-моему на варчейджи сколько не помнится там тоже меня личку коричу пока я только у тебя но я могу сравнить блэд инсоу который играл кстати да насчет блэд инсоу я вот думал что в принципе механики игра будет очень похоже на блэд инсоу на я жутко ошибся может кто помнит c9 на c9 тоже так вот просто ради интереса зашел чеселочек поиграл поле все-таки на c9 ну принципе это перлабис подлагивает это не должно подлагивать в принципе но если чо его уже запись четко как раз меня по квесту заставляют вставить слот оружие лучше 0 2 книжкам шарюсь записи обязательно все выучим сначала конечно трудно вот даже вот на корейском понимать что тут и как делается методом тыка методом тыка все в принципе проходится так надо чуть еще показать дальше пока эти первые квесты они не особо интересны ну все видели за лучника чё и как тут первый квест на боевку обучение боевки наверное стоит посмотреть принципе нету за лучницу понравилось играть но она ватная и защищаться тут по-моему только получается от прыжками и там подобным ну и плюс дамаг шо был хороший так надо все-таки это ролики скипнуть вот такие вот ролики постоянно при крестах причем они такие очень молчаливые непонятно что происходит постоянно читать корейский дик на эту стиле и всяких японских игр и азиатских так 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 я тут кое-что попустил катил уже об этом сказать час если поймаю этот кадр давайте так ладно становимся вот эта вот ветка скилл им гора принципе объяснял насчет скиллов мне сразу дают несколько скиллов выучить ролики ну по крайней мере только на основном сюжете но они еще не озвучены вряд ли нам будут озвучить не такое чувство что по-моему в той же файл фэнтези они не озвучены до сих пор варчей же то же самое в некоторых только сюжетных они там озвучены что вру что в корейской версии вот давайте обратим внимание на три кнопки учиться скиллы и специальную npc это вот в средняя кнопка q это квест в принципе видим что все-таки какая-то ориентация на английский язык уже есть клиенте в принципе да озвучивать на забытое не имеет смысла но как бы в том же арчей же в том же фэнтези по моему в том же блэдин соли до сих пор не озвучены квест до сих пор как бы так ну ну и мало где озвучивают так что в принципе не проблема но все равно вот этот вот тягость к непониманию текста как-то меня немного убивает но бывает последняя кнопка справа не тут shop shop я сейчас не покажу потому что это видео но как-то вот так вот работает общение с npc ну правда еще я не показал те как отношения отношения еще сам не разобрался довольно таки так рандомно ставил те квесты пвп пока нету пвп по моему циркового левела а у меня только сейчас надо на ммп 15 ощущение глупости без озвучки но у меня тоже такого ощущения правда если понимаешь язык то ой надо брать ну в принципе вот так вот проходит стартовый квест тут у нас сразу нам показывает что надо делать и какие-то клавиши нажимающие в принципе довольно таки для нубов так что многие разберутся там авт ударить причем даже в самом задании написано каких кнопки надо нажать так что звук потише но я еще потише сделаю бывает орет потому что в игре реально очень громкий звук очень громкий так а дальше но тут специально скрил ее настройки чтобы можно было запомнить специально ну и пошли уже по квест так я специально писал частями потому что один одним куском очень трудно все обрабатывать поэтому еще сразу на 3 перескочим видео я дальше сразу пошел тут по квестом по касты 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 вообще-то в корейском языке не иероглифы а слова и буквы так что как бы если ты знаешь корейский то в принципе здесь легко разобраться это не то что там всякий китайский японский которую даже особо не переведешь нормально ну и что лучше а или это ну пока трудно сказать на самом деле потому что проект сам забыты в принципе по своей системе мне нон-таргет больше нравится особенно это еще особенно плейдон сал который еще кстати надо варенку сходить вот ну плане защищенности клиента надо все смотреть потому что после арчей же я как-то вот только сейчас на это и смотрю на все кис проекта чтобы главное не особо было много читов хотя не все но будет но чтобы за этим следили хотя бы не то что как у нас по графе на что похоже тут даже не знаю даже не знаю чем сравнить я думаю что у меня вообще комп не протянет в графу но оказалось что в принципе все потянул довольно таки нормально фпс все таки в принципе все удобно даже звук опять уберу а тут прохождение квестов причем трава очень хорошо сделано очень хорошо причем даже так сделано хорошо что вот вот эти мпс которых я сейчас убиваю их вообще не иногда не видел тупо вот траве не видел просто выисклил курсор вот при прихождении квестов некоторые пись и которые надо убить подсвечиваются специальным таким синим знаком точнее знаком прямоугольника но там правда слова выписаны на корейском ой нажал на сплите вот эти вот писи всякие с рогами это проще просто жесть упора то есть и в кавычках ну в ц9 я не особо играл но так как разработчики это из ц9 много чего отсюда мы взяли ну посмотрим на все сейчас не хочу акцентируется особое внимание были на нее какие-то надежды в принципе остается вот еще раз покажу и показываю вот эту табличку на дном который надо убить по квесту принципе тут так по квестам каких-то квестах надо что-то сделать что-то взять некоторых квестах что-то убить кого и кого-то убить причем не ты должен убивать не только мпс но например и например вышки всякие убивать это потом дальнейшем покажу сейчас остановился на 15 левеле и там один крест 50 мобов причем прокачка у нас тут так идет квесты дают как я понял не так чтобы очень много экспириенс опыта очень много опыта дают своими моба причем они дают экспириенс не только с того который ты убил вот стоит обратить внимание если это сейчас мне покажется этот момент я убиваю одного моба и потом кто-нибудь другой уже там бьет а я ему помогаю за это за помощь прибысти мобов тоже дается экспо обновляется обновляется они причем тут и выйдется но может из-за пинга может не знаю как могут а гор очень странно я вам например бегу и на крещу из-за пинки он прям бегу и на меня могут там побежать в стаю и никто меня там оттуда не заденет даже не сагрится на меня какая-нибудь одного и он агрится но это наверно все таки из-за пинга смысле кп мобов не показывается кп мобов показывается в принципе на сбиваем их п как я много не знаю с мобов падает все что хочешь в принципе это не только квестовая бакла кишки какие-нибудь как дябли нет такого нету вряд ли наверно будет но тут зачем такое так вам пойдем дальше то всяк всякая прокачка у меня прокачка 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 вот насчет радара наверное многие на форуме об этом уже говорили вот радар показывает только ту сторону которую ты смотришь вот обозначение вот сейчас вот белые квадратики пока ну пока это квадратики это вот обычные игроки их очень много красные ты по-моему нпс кружочки с точками это те нпс с которыми можно поговорить чит эту туплю где-то тут хороший момент видел сейчас если найду а вот тут кстати такой квест интересный на самом деле найди пропавших котов правда наверно не сейчас его буду делать в общем с учен ты берешь квесту нпс и потом ищешь котов на территории квеста но причем ты подходишь к одному коту ты его не заюзли не заюзать не можешь и нам найти именно того кота который как бы по квесту тебе нужно сколько игровой день длится 2 день длится не знаю пока не могу сказать ну и вообще сервера тут не 12 сутки работают поэтому как бы тут тоже сложно сказать сколько человек онлайн был пока ты играл точно цифры не скажу но довольно таки много в принципе ну скажем так наверное как на какой-нибудь ранде бей в день старта где-то так мы довольно таки много народу если даже поначалу показать так такая то что у меня было а это я пытался отношения показывать много изменили тут по моему с первого збт если я сейчас найду сколько народу в локации ну довольно таки много людей локации и мобов некоторые квесты просто иногда не доставала я знаю что игровой день смены дня и ночи на его не измерял я понял о чем-то так ладно вторая запись тут по моему не особо интересного нету это так опять левелинг полный значит приходим к следующей наверно там чем интересное будет а вот кстати сразу сразу показываю как можно поменять принципе интерфейс тут практически все вот эти вот элементы интерфейса меняются надо просто назвать xscape и вот так как может принципе практически все двигать все вот эти вот элементы интерфейса ну правда вот кнопки которые справа там настройки там подобно это не можешь сдвинуть но как-то так вот это работает пока конечно это збтшный вариант интерфейса поэтому наверно чем поменяют сервера всего один все один на збт так поехали дальше цель на звук сейчас уменьшаю а вот вот сейчас наверное если я пойду я хотел все вот как в ролике это нам показано было как можно там садиться персонажем на какую-нибудь крышу и там чем-то писать там и ин действия короче выполнять такие кастомизационные сейчас может покажу это это было нет это и тут левлингом петь занимаюсь атаку тоже бывает какие-нибудь pc бьют моба который тип принципе град по крестам нужен а где-то у меня тут кстати вайп будет ее карта стоит помпом 4k в смысле неприятно лучше нормально учимся у меня 650 тем не 650 тип уста немного другая серия совсем немного другая серия видеокарта на помощнее чем сети но так вот лавала происходит стандартный принципе эффект чем не вайп тут был а вот вот сейчас пытался изучить как вот все таки вот залезть и еще не сделать принципе не кое-что получилось вот здесь монаку нажимаем персонаж садится правда очень как хорошо сел ну так вот крадется принципе тут можно даже за кустики как-то спрятаться вот и не знаю никогда этим не пользовался в пвп ну в пве точнее чисто вертел камеры посмотреть чё и как мученько мужиком потому что наверное его нету а тут и пытался что-то сделать но в принципе персонаж сел только вот камеру подвинуть и сделать нормальный скриншот у меня как-то не получилось но а тут принципе вот так вот как работает до конкурента а сколько классов анонсировано ну знаешь 7 класс судя по 9 лол мне еще игру изучать и изучать пока только первый день с бт так что быстрее ну вот как-то так ну правда туда некоторые здания ты вот просто так вот не сможешь забраться только через некоторые заборы сможешь перепрыгнуть я думал что тут вообще можно как-то лазить на этот как-то даже лазил по гарам ну как-то получалось а вот тут эти вайп у меня сейчас будет наверное ближе к концу но так вот постоянно иногда вот агрится аж по два моба по сравнению с другими играми ночи темнее ну намного светильнее чем вези намного светильнее он примерно где-то 0 закат но не здесь мне все таки будет вайп сейчас сейчас будет вайп наверно и хочу сразу обратить внимание сколько опыта у меня снимется настройки по-моему не на максимум максимальные настройки вот и вайп так вот смерть происходит сразу несколько настроек вернуться на респаун через несколько некоторое время или сразу правда тут тупил немножечко сейчас нам придется подождать или еще сразу нашему я забыл что она сразу нажимаю и стоит сразу обратить внимание сколько хп точнее опыта у меня снимется довольно таки много снялось не знаю не проверял с каким-то настройки ну не на максимум наверно точно просто все настройки в любых играх у меня не на максимум сразу определяются я на настройки так вот дисканале не лазил он довольно таки много так опыта в принципе снилось при смерти но дропа нет ну как то так на этот четвертая запись на этом заканчивается дальше что у нас дальше 5 5 чуть интересное есть ну тут левелинг один дебафа за смерть тоже нет ничего такого нету только опыт но принципе опыт тут довольно таки дорогой потому что за квесты как я понял не так что было особо много дают но вот за убийство мобов то довольно таки ощутимо я некоторые левелы буквально только на мобах качал просто вот например сейчас вот я залез некоторые все таки препятствие я могу залезать на некоторые как-то не получается но принципе тут green то не особо напряженный ну ну таргет так что принципе можно вот как то вот так вот и постоянно через какие-то препятствия не по прямой дороге хожу графика хорошие в принципе я уже отвечал насчет настроек они не на максимум они не на максимум но правда еще видео пишу поэтому как-то так вот это опять левелинг один левелинг на по кстати карта с эти карта есть я сейчас опять я захвачу там принципе вот если обратить внимание на вот сейчас даже пытаюсь нажимать нет не нажал еще не нажал опять вот рядом с названием квеста вот например зеленая надпись рядом такая стрелочка красная когда нажимаешь на эту стрелочку рвр когда нажимаешь на эту стрелочку у тебя квест показывает направление квеста то что мне неудобно постоянно приходится вот переключаться на мышку и нажимать на эту кнопку вот причем еще на самой карте показывается точный путь куда можно перейти так что принципе здесь навигации проблем это особых и нет очень хорошо и приятно сделано в этом плане авто бега квеста нету но есть просто авто бег это зажима нажимаешь это и он как вот ворчей же просто идет прямо ты только управляешь авто нету но тут как бы правление еще как линейки есть топу топ ты киш мышкой все на мышку да надо переключаться например вот чтобы минимум какие-то на залезть прям те же настройки себе лучше естественно мышкой все это сделать в принципе может есть какие-то горячие краеши я пока еще не разобрался не ну имеется ввиду не меню а вот мы сейчас опять я быстро так переключаю карту не цвету чтобы показать дорогу квесту да место рез персонажей в разных разных класс в разных местах и где ты умер когда бывает игровая валюта продаешь те вещи которые ты получил с помощью гринда магазин там npc вот принципе так ну крафтом я еще не разобрался детально как еще работает аукцион тоже стоит посмотреть он только прошел первый день я только 15 лэвл докончался но вещи 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 в принципе да там за креста только дается некоторые вещи вот например пятнадцатом квесте мне черная субстанция дала на грудник за выполнение квеста как на забыто до 50 лэвл так что дальше у нас тут а вот вот интересный квест кстати нас тут учит как перевозить караваны вот на карте сейчас был обозначен путь который мы должны пройти мы берем у нпс задания потом подходим вот к этому воздуху точнее не точно кослика его повыдарем так сказать ну вот и вот так вот сопровождаем в этот караван за нами этот ослик идет но правда я не знаю как он будет через пипясты все это делать и не тестировать потестирует кстати принципе такой квест получающий ну вот примерно вот так вот будет наверно выглядеть все таки перемещение карава караванов как-то так вот тут ноги сайте это сразу делают ключ никак не достать скиллы учатся у нпс определенного но сейчас мы довезем от после к вот мне кстати интересно очень будет посмотреть как вот все таки можно будет грабить эти караваны ну пока вот даже не знаю например там 10 ослов едет и 10 человек на нее нападают правда еще защита естественно ну как тут примерно вот так вот караван выглядит насколько я понимаю вот немного кстати блюр мне не очень нравится когда приближаешь камеру как-то блюр но может кому-то понравится я блюр особо не взлюбил кота еще в кс играл или блюр на в ппп в принципе здесь так особо с этим дурным проблем нет муж кому-то просто не нравится в парте сегодня я не играл ну потому что я начал за рейнджа рейнджер он стартует совсем другой локи нежели другие лаки был за мага супер все буквально то же самое как был но они начинали вот в другой локации которая перейду только который уже как бы перешел а я начал на совсем другой локации но сейчас открыт закончится особо гигантные не помню ким он играл в общем они начинали вот и им в одной локации я совсем другой он примерно вот столько сейчас народу или отличный панорама сколько сейчас народу и играются рейнджа вот в одном он такого нпс где-то 20 человек собралась один раз было как-то дело так что тут очень много народу пока играет а вот это кстати квест вот с кошками которые надо найти я долго думал что тут делать надо вот например по по квесту вроде бы сказано что найти кошку потому что кошки она ничего никаких действий не дает сделать никью не еще чё вот дальше принципе сейчас я все-таки пытался делать сейчас я должен принципе отойти на правильную кошку вот вот этого кошка вот сейчас но правда не я забрал у кошки той который нужно по квесту у нее синяя синий прямоугольник далек интересный крест его не несколько раз постоянно проходил то мне не знаю вот этим запомнился дальше до 5 тут лазью все пытаюсь лазить и кстати вот это вот кошка которая сейчас хочу взять ее как-то очень непросто достать потому что крыша находится очень далеко от других крыш это просто так не перепрыгаешь еще тут пытался лазить лазит лазить не как ну сейчас посмотрим как и все-таки залез залез и довольно таки интересно вот залез все таки на эту глупую эту рыбу и вот так вот я сделал так дальше у нас квест был не помню сейчас нам не в этом видео нет не в этом видео шестой квест с дудкой покажу если найду цели тоже тут очень интересный без счета постоянно собрать надо но я так думал думал как один раз получилось стамина в небо я теперь не бесконечная не бесконечная примерно как в гилд ворс там буквально там три четыре кувырка сделаешь и все он про так и культ ворсе там то только пока насколько я помню можно сделать здесь где-то 3 у меня получалось а что за полоски желтые там определенные левелы потом скажу у них еще точно на вас ну гора знает он говорил на стриме что это такое так сейчас найду этот крест а вот кстати некоторых местах вот надо такие вот постаменты убивать чем их долго долго бьешь а потом все дуэльки не будет потому что потому что еще нету пвп левел пвп левел то 40 я еще только 15 за один день 40 взять это нереально лица других лучниц в принципе вблизи не особо но у многих разные многих разные персонажи может просто прически одинаково в основном все разные в коме одежды что как бы первая одежда это первая локация 1 там фрукционные очки очки и дружелюбие скиллпоинты сколько качался по времени ну из десяти где-то до 18 00 правда с небольшими перерывами но где-то так столько часов у меня это заняло слоу почты моде причем еще с разбором того что не знал кого так что выучивая интерфейс и там подобным столько времени но может кто-то уже бегал и знает игру там будет полегче ну примерно столько времени какого левела можно покажите это пока не могу сказать не накачалась еще до этого так сейчас а наверно вот он это долго тупил че сделать надо в этом квесте потом на мин дали ссылку на гайд наверное ты не в этом видео нет не в этом крест вот этот в принципе важен как весна пугала в арчейджа беде куда-то не туда бегу сейчас я попробую найти все таки так квест воспроизвести его в действие но принципе уже видео где-то выкладываю свету чем смысле в милишники вырулит милишники да не знаю даже вырулит или нет милишников щит хотя бы есть но все равно их можно снести в несколько ударов но где где же этот квеста так ладно все хочу показать а то у нас много все таки вопросов было поэтому квестом лук по моему у меня а вот он это квест вот принципе к из довольно таки интересный вот это сама мини игра очень представляет собой гитл хиру там с ауди серф вот так идешь играешь на этой флейте причем тебе надо успевать но иногда пинк тебя подводит иногда совсем это твой скилл вот и за тобой идут мыши потом ты этих мышь мышей должен отвезти в море и с них собрать лут лут это на меня например bad попытка плохая попытка задел один вот когда ты собрал этих хвостики ты их относишь и пися и получаешь очки там не слава как забыл называется так на кого ты можешь купить там дом еще что-то такое подобное смысле ограничение пвп это косяк нет это не косяк почему зависит от толку что и как учитывая потому что здесь бесконечный для фермер на косяк а ты хочешь сразу с одиннадцатого ловила чтобы пвп было тогда тебе вальбион онлайн нет ладва я не играл вопрос давай вопрос он принц вот так вот выглядит я вот долго бился в итоге как-то не прошел этот квест или в общем не помню каким то ли сдал то ли не сдал надо еще раз его протестировать так дальше чего нас интересного 9 на играл очень много часов на сегодня опять эти ласк лаза низкого лаза не принципе тут на не на любую гору можно залезть кстати насчет падений наверное в этом видео но тут в принципе если ты падаешь что иногда ты в принципе можешь не разбиться иногда ты разбираешь разбиваешься довольно таки бой и хп у тебя восстанавливается не очень быстро если ты не используешь хилки причем хилки даются только за квесты пока ну ты в принципе еще машин писи купить но довольно таки дорого не стоит так что беречь их тоже надо особо особенно их на маму в общем сегодня мы за ним о я опять умер а чего я тут умер а да вот эти вот черепаха подобные камни ну сейчас примерно посмотрим как 40 как рейнджер умирает айна тут даже два этих не атаковали ну краба да ну я их вообще как-то не убивал мне уже плохо бы какой не пикаре в black desert не знаю но так где-то 350 с фотофастом но я играл без фотофаст здесь он чувствуется в принципе довольно таки ощутимо но не так как например в том же арчейджи когда у пинга зависимые скиллы есть не так здесь нету по моему очень таких пинга зависимых скиллов поэтому нормально даже с таким пингом играть вот я опять умер так что принципе даже с 350 довольно таки хорошо играть но я не знаю как с таким пингом играть на тоже арене лишь пвп ну гора был на осадах так что наверное все нормально раз таким пингом но в бонусол поскольку не помню если тут фанк есть соврет там как-то с пингом большим плохо на арене гнуть до 2 пациента где-то потерял принципе довольно таки много даже вот на таких лунку ну было в улах ну таково цигра это не сейчас немного проглюкивает то что я в альтабе сижу ну чтобы сказал ну я немного чувствую но у меня правда провайдер такой иногда я чувствую за него что там надо чем сети бывает вот он за такие квеста бываешь очень отнести принести а вот еще один упор от нпс с рогами наружу вот это насчет потери процента при каждом левеле не проверял но по-моему не одинаковый но такой вот упоротый какой-то проверить принципе можно может в принципе забыто до 11 мая можно много наиграть у нас не только первый день был пока никто не знает на первом зовут и по 30 процентов теряли на этом кости да я пока сам очень так наверное не быстро все это проходил поэтому одиннадцатый я вот по моему то ли двенадцатый тринадцатый левел накачивал только на мобах ты че вид корейские игры были носу корейская игра ничего вот как то вот так вот учиться скиллы прям попал очень вовремя причем когда ты нажимаешь точнее наводишь на скилл который вот не пассивка так сказать вот видно прям показывается как он будет действий хорошее нововведение вот он писти все эти скиллы учатся да очень круто мне в принципе нравится такая по моему забыл там отображается ли из комбинация клавиш на нем где пример не корейской нормальный игры тебя по 3 роз ну ты не спрашивал про мой рпг я сказал левую так все дальше у меня тут было она за так карты тыкал очень быстро правда лично я все быстро делаю так ладно особо интересного нет поехали дальше 10 там по интереснее будет по гринду мог бы такие пойдут когда я перейду в другую локацию тут постоянно бегаю 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 а ну вот уже даже покажу вот у этой нпс который на причале это им подхожу беру крест и сразу пролезь другую локу это ради очень продешевили но это забота его еще доработают я думаю доработают еще не разбирался со связью между ними но я так чисто тут по окрестам если идет что принципе предлагают вот так вот додумаешься что что-то у тебе тут надо сделать и так вот в принципе сделаешь на первых наверно волок не так критично хотя и не проверял но лучше все-таки в этой системе разобраться на 3d к стильным все перевести ослик и лошадь там качаться качаться с 30 что ли но тут некоторые принципе игроки уже и с лошадями и с осликами но они видим начинали еще вчера 20 левел на видео на метр 15 что очень загрязываем с монтами тут есть лошадь их надо приручать насколько я помню причем а еще ложек ослик есть причем ты просто вот так вот ослик отозвать не можешь ты можешь его только оставить запаркованным где-нибудь в лесочке чтобы его мог убили мне да еще корейский не выучил к сожалению много гриндить но уж не знаю не проверял еще я так чувствую что много нет не учу еще и ловить надо не гриндить ну тут опять бегаю по всяким квестом вот эти вообще просто мировые боссы не видел не знаю возможно не сейчас не могу сказать то тут есть какой-какой босик и в конце покажу которыми не с ваншотил в принципе гора вы тоже показал ну может он забыто первым убил вот тут лока такая темный очень кстати очень хорошо отображен туман причем в тумане не особо так лагает сервера не работают 24 часа стопки они работают меньше из 10 до 19 по москве в принципе тут я отгребаю так хорошо но пока я вендором продавал нафармленное но правда я так вот с очень с опаской продавал потому что я не знаю пока что нужно что нет как по ощущениям тут неинстовый данжи конкуренции между пати не будет наверно будет естественно чем даже большая что-то скажешь по совкусности локации довольно таки вообще все приятно сказать нет такого наверное жесткого тянет возможно кто-то жесткий переход и заметит жесткого перехода я не заметил то есть в принципе приятно но как у нас там ворчает односветная зона поп он где тарон переходишь был остров этих там звезд напомню и она такая темная все такого тут не так чтобы нету все по стилистике мне принципе все нравится за . вещей еще не встречался вроде какой-то камень дали на нее это все дело как бы сравнился и бнс ну тут больше все таки бнс чем а а а это таргетные все таки здесь по нон таргет ну есть таргет если обратить внимание вот один курсор красный меня показывает на нпс другой показывает на мышку то есть тут все таки есть кое-какой таргет так что ну таргет не последнее время больше нравится особенно в бнс так что ты не знаю как то так по стилистике локации по стилистике локации мне вообще здесь все нравится главное чтобы ничего не лагало а то бывает так как зайдешь какой-то красивый блок а она там у тебя лагает например какой-нибудь мариуполь но это был как на корее такая проблема зайдешь это много здесь такого нету хотя в городе когда большое скопление народ тогда но так то все остальные по стилистике довольно таки нормальный и нету вот этого например там все в принципе выверено по размеру насколько я понял ну я бы сказал не то что хуже здесь больше на консольность настроен он таргет потому что есть возможность управления с контроллером но тут и мир естественный чем ворсейджа тут вот трава такая которую ну приятно не смотреть побегать так это примерно как нервным везде не буду сравнивать что-то тут бегают а а и кстати вот персонаж вот если сейчас можно было заметить он когда рядом пропасть он останавливается резко ну по крайней мере ну тут он не становился ладно а кстати вот сейчас вот как вот персонаж спрыгивает особенно за горы сначала он тормозит если очень большой склон то естественно падает если нет он пытается тормозить соответственно но хп так много у него при приземлении не снимается ну если более крутой склон то естественно хп и много уходит на это все дело так ладно к следующему видео одиннадцать еще немного осталось тут наверно петь скриндинг один а ну это вот я думаю тут какой-то склем сошел думаю что это какое-то вот интересное действие будет а тут только просто по кастам пройтись надо но музыка такая вот характерная музыка понравилась здесь чем-то кстати со звуком тут очень-то хорошо поработали правда есть некоторые огрехи но иногда надоедает звук сзади рвущиеся тетивы или что-то такое вот подобное а привет рам алекс а насчет локализатора я вообще ничего не знаю когда по нему тоже бто еще не вышел он только в стадии збт ну тут не очень музыка в принципе так вот понравилось так вот настораживающе я думал что здесь вот как я уже говорил будет какое-то действие такое с мобами или кмель только пока пройти жалко так че у нас тут дальше я редко стремлю а на это все следующую локу еду а вот вот тут вот кстати на эту полянку долг задержался здесь вот на этой полянке надо ну дальше у меня квест будет 50 мобов убить все такие серьезные квесты уже пошли и всякие вот такие вот постаменты уничтожать в смысле что по карте в чем разобрался ну карта я только с квестами пока разобрался в принципе ну мне не очень нравится то что постоянно надо вот тыкать на покажи мне где этот квест покажи мне где этот квест ну так в принципе карта довольно таки нормаль нормальный вот чем тут напоминает этот зелдер скроллс который скорее чем то но это очень отдаленно нет это видео потому что нельзя стримить пт о как вот лайф только если видео но правда я писал видео в хорошем качестве так что можно подумать что это просто сейчас играю но я танец я тут не вайпнулся еще ну вот кстати вот этот камень по моему который мне дали в инвентаре он на заточку идет дроп при смерти от мобов убрали нету никакого такого дропа ну один стример это один стример не особо люблю нарушать так ну тут особо ничего интересного нету у нас дальше есть у нас был это нас кузнеца какие-то квесты беру ролик вступительный как работает пока не могу сказать не особо разобрался с этой системой репутации разберемся попробуем ближайшие дни сегодня только первый день был ну сейчас цены 3 300 монет одна вещичка стоит а мне только 26 фармить фармить и фармить некоторые вообще прям 50 тысяч стоят тут очень жестко посмотрим какой голда фармиться будет так дальше что у нас есть когда ваши нападали я вот в принципе а вот это кстати смотрите стоил у лодок насколько я понимаю был вот кто-то уже рыбачит в принципе вот если на воду посмотреть вот так вот удочка выглядит тимспик мы каком-то комнате у нас свой тимспик приватный ну вот аж наступает да не суть в этом не здесь надо нравится я думал на халяву взять лодку не получилось но корабль есть уже какой-то намек но правда это еще забытое так что посмотрим насчет собирательных этах мини игры нет плавать плавать пока наверно нельзя ну по крайней мере многие утонули когда тут кеской какой делали так че дальше у нас тут пищи какие-то ну ладно ну тут так уже просто бегаю изучаю квесты чё и как делать так мы остались на теперь 13 видео мельком посмотрим че здесь ну кстати вот в городе у меня вот и немного по подлагивает видео когда много большое скопление народу тут же подлагивает и фпс так хорошо проседает трудно сказать лучше ли это будет а-а-а потому что это немного разные игры но еще и таз на западе так что ничего финального сказать нельзя даже о том выстрелит ли это игра или нет по графике возможно так больше ни на что не буду намекать а вот кстати вот я щас нажал на поиск квеста и вот вдалеке там показывается вот как вот ворчей же сейчас сделали над головой свечащейся линии вот сейчас авторан включил это на т он просто бежит прямо а и управление как в линейке тоже есть светящейся линии очень так далеко видно так что принципе разобраться что куда где делать квест очень легко ну вот здесь вот в этой локе я так надолго застрял тут очень много квестов много кого надо будет убивать ну плюс здесь народу очень много было вот для квеста надо еще вот такие вот всякие сооружения уничтожать в общем не очень эффектно ломается а в русском они сейчас никак не включить они только в европейской и на корее ну вот как то так да и стоит сейчас обратить внимание на сколько мне хп с моба опыта с моба приходит довольно таки прилично с одного моба приходит если так пофармить то буквально уже целый левел нужно набрать правда тут пару раз умирал ну вот я уже один раз умер тут а сейчас наверное продемонстрирую этот момент смерти вот тут как то не знаю как то странно моба респравнивается и некоторые прям вдвоем агрится и все ты потом умираешь я скил естественно использую причем про скиллы ты можешь использовать особую комбинацию вот я умер например там с и е и удар обычный удар или же просто нажать на панели там 4 или 3 и все что за белая полоса моба пока известно но как я думаю это ну типа его стамины что ли наверно наверно до процента 5 ну да ну это пока нубы лавалан сколько я понимаю тут не всегда я могу быстро перемещаться потому что стамины все-таки кончается и маны иногда не хватает но еще научусь в принципе все это делать лучник это такое дело тут надо уклоняться естественно что чинить шмот ну я пока еще ничего не чинил спиры растения попробую собирать но это очень тут так быстро уже пробегался потому что уже было где-то 5 часов наверно так у нас какое видео 13 сейчас на 14 в принципе вот эти все видео наверное залью на youtube как я уже говорил так что можно их в полной доступе посмотреть о вот уже кто-то на ослах катается здесь можно заметить повозка какая-то но правда это просто нпс но интересно было посмотреть тут дальше опять гринд 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 один ор нету ордис нету так и ну уже последние окей последние видео я там уже буду в пещере драться и щас и щас последний мой пост еще посмотрим панелька скиллов до 1 пока тут больше я не вижу никаких панелек на от на лагерь 5 в этом городе а вот до кто то пещера здесь тоже надо был квест такой как и делать ну такого понятия как город по-моему нету здесь тебе не арчаешь дроп поднимается на букву r не все я кое-какие по-моему по крайней мере точно один пропустил тоже не получу с ним делать в бою стамина тратится на бег когда ты вне боя на бег стамины не тратится общее впечатление на гринда нет не скучно в принципе как блейден соу ну вот такое вот ощущение просто недавно специально блядь блэк он дезерт заходил блэден соу так вот чисто опять ощутить вот этот нон-таргет нет как-то кстати выжил начал все-таки ворачиваться но плюшет мне еще лук кстати дали по квесту так где-то впереди будет а ну вот сейчас где-то будет сейчас меня ваншот нет наверное ну тут вот если заметить по квесту не на 50 мобов уже убить если посмотреть на над кем больше играют ну я много заметил магов но в первом городе ну плюс еще на втором месте на ренч но я не могу сказать пиши не вижу полной статистики рейндж веков у нас было много вот он и босс 1 ударчик сейчас он на меня сагрится и все убьет и все гг вп бесконечная прокачка скиллов но как взяв билеты бесконечный прогул ну примерно вот и все очень не кратенько наверное то что сегодня происходило 1 пока гринд изучение игры до 15 левела и прокачка так что вот так вот вот так вот в принципе перс восстанавливается и надо ему еще и здоровье восстанавливать пока пока так ну ладно я думаю что пора уже заканчивать завтра точнее сегодня наверное все выложу все записи завтра не знаю посмотрим что завтра мне удастся наверно мало поиграть так что посмотрим как на будут выкладывать наверно стримы так как будет накапливаться нам какой-нибудь материал по видео потому что стримить live только видео только то так делать как я сейчас показывал так что вот так в смысле пещерам в общей локи я уже я в общей локи уже 15 так что вот так вот смысле как 4 часа ну не знаю я еще в бд изучал так что вот так вот бежал быстро обижал быстро потому что хотел встретиться с лайки но потом мы поняли что черт все это дело ну ладно еще раз всем спасибо всем покидала может еще дьявол сегодня пострелки не знаю и 4 а Продолжение следует...